Чечня в начале нулевых. Кадры Аргунского ущелья. Тогда в ночь на 1 марта высота 776 стала местом гибели 84 бойцов Псковской дивизии ВДВ. 90 десантников противостояли 2000-му каравану боевиков. Выжили только шестеро. Да, было страшно тогда. Те моменты. Этот минометный обстрел. Труп. Было страшно видеть своих товарищей уже неживыми. В подвиг бойцов почтили на аллее памяти шестой роты. Сегодня таких в России несколько. Город Барнаул стал первым городом в России, где была создана такая аллея памяти. Вот уже два года данная аллея существует в нашем городе. На этой аллее фонд «Защитники Отечества» совместно с другими военно-патриотическими организациями проводит различные уроки мужества. Сюда приходит подрастающее поколение. О таком забывать нельзя. 22 года назад наши ребята, многие ценой собственной жизни, положили почти 500 боевиков. Боец Виктор Романов, потеряв две ноги, продолжал корректировать огонь артиллерии. Абийчанин Сергей Медведев один противостоял целой группе боевиков. В тот день Сергей Медведев в бой пошел одним из первых. Его тяжело ранило, но он не сдался. Он встал в полный рост и начал из автомата стрелять по боевикам, пока пуля не оборвала его жизнь. Я проходил службу на Северном Кавказе. Наш полк дислоцировался недалеко от горы «Эскорт», где погибла шестая рота. По разведданным была информация, что у села Ул-Эскерт будет прорыв боевиков. Мальчишки понимали, что будет на смерти? Вы знаете, любой десантник руководствуется такими словами, таким девизом «Никто кроме нас». Была поставлена задача и они ее выполнили достойно. Я даже поднять головы не могу, не могу поднять головы. Тут на четырех сторон долго, четырех сторон. Вертушки, вам это авиация тоже придет. Какая вы чертова авиация? Если вы своих мужиков, пасти не можете. Субтитры создавал DimaTorzok